Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и, пожалуй, это последний в ФФА сериал Сидмерс Цивилизейшн 6 Rise and Fall. Когда закончится он, уже выйдет следующее дополнение Gathering Storm и явно все будут играть в него. Поэтому, покопавшись в закромах, решил найти что-нибудь необычное. На этот раз на 10 аж человек. К сожалению, обычно ФФА на 10 получаются не очень из-за странной генерации карт. Тут вроде более-менее, хотя тоже со своими приколами, но не буду спойлерить. Это вы дальше все увидите. Ну и тем более, тут я за Египет играю. Я посмотрел в моей табличке, ссылка на которую есть в описании к этому видео, где собраны все мои там ФФА сериалы, дуэли, командные игры в 6 Циве. И смотрю, за Египет там нету ни одной партии. Что странно, по-моему. Просто я их не выкладывал, так что исправляюсь. Правила обычные уже для нас, с традиционными банами. Это игра без мода. То есть забанены верования на плюс 10. Ну и все, сейчас видите у себя на экране. И по-моему, правда, мы играем без ядерных ракет. В общем, приятного вам просмотра и следующий ФФА сериал уже будет Gathering Storm. Старт интересный, конечно. Три лошади сразу. Это с одной стороны офигительно, а с другой стороны тут сплошные луга. То есть как-то на развитие, наверное, не очень будет играть. Ну, давайте смотреть. Рейс. Посмотрим. А, здесь реки нету нигде. Не видно реки. Крестиж вот тут повыше почему-то. Ну, ладно, не буду никуда ходить. Ставлю сразу тут город. Тем более, что тут вот эти рядом и еды, и производство немерено. Так, что, животноводство, естественно, надо сначала, потому что тут и олени, и лошади есть. А потом обработку камня, потому что мрамор есть. Вон там река сверху, и он туда наверх надо бежать. Смотреть, скорее всего, туда я буду город ставить. Ну, либо здесь. Поэтому. Так, животноводство, потом горное дело, потом гончарное. Хорошение, конечно, надо еще. Редкий ресурс. Хлопок, но, слава богу, у меня есть мрамор. Я уже все вычислил. Потому что это забыл прожать, и не знаю, как надо людей. Все прессики точно. Не, я считаю, каким рабочим надо ураном работать. Пока как бы не почитаю. Да ты ставь город на него сразу, и все будет у тебя уран. Пошли наверх. Не, шахту хочу. Я не стал на уран ставить. Я поставил. Что-то все зеленое стало. Ну, как всегда, shift, enter в начале, чтобы накопить на поселенцы сразу. Просто, на самом деле. Ты в ту игру зашли? Тут реально будет чуть ли не за один ход у меня поселенец строится. Смотрите, давайте я, наверное, лучше сюда переключу. Потому что слишком круто. Надо вырасти побыстрее. Хотя... Может так лучше? Три хода. Блин. Все, конечно, вырастут быстрее, но... Смысл же роста, чтобы сразу поселенец был готов. Ладно. Подождем все-таки один ход. Вот это... Перешаек в курске 4 кредка. Широкий. Ну... Да. Посмотрите. Есть... Дверь. Не, ну, надо вверх туда идти смотреть. Там где-то надо город ставить мне. Ставь город, замыкай. Следующий. Вырастим. Не знаю. Я должен очень быстро поселение решиться. Очень быстро. Ну, слава богу, живет дальше. Причем видно, что этот перешаг — это два разных континента. Сколько по 7-4 хода? Давайте так сделаем. 4-4, а так 5-4. Значит, оставляем. Это стандартный мир, да? Я не уверен. Не, у меня просто на 20 клеток два холма. У меня на 20 клеток две ровных клетки. Да-да-да. Проблемы белых людей, да, Грей? Угу. Ну, зато у тебя 4 ресурса роскоши. Да, безусловно, меня радует. Ты будешь роскошный, но не производственный. 10% к 7 молоткам, да, Грей? Ну, да, где-то тут надо раз-два-три, наверное, вот сюда поставим. А потом следующий город сюда будем ставить. Внизу нету рек, поэтому нету смысла стараться вниз идти. К сожалению, не... Хотя я не все еще расследовал, конечно же. В принципе, выглядит здесь нормальное место. Вот здесь, видимо. Раз, два, три. Вот сюда. Скорее всего, на побережье будет. Так, а давайте посмотрим по престижу, что... Давайте престиж глянем. Может, тут... Где-нибудь чудо недалеко. А, нет, не на побережье. Нет, тут нормально город. Очень неплохо выглядит так же. Вот, наодство открыли. А после этого поселенца рабочего сделать, а потом еще одного поселенца. Тут эти реки, вот тут вполне можно ставить. Какие-то города. Ну, там что-то камень. Хорошо, хорошо. Это мало ли. Ну, место не прям уже, что идеально. Вот меня больше всего эти луга смущают. Потому что... Но для начального развития... Нормально. Для начального развития можно терпеть. Но... Вырубать мало. Всего вот эти... Не знаю... Три леса, скорее всего. Вот это лучше не вырубать, а оставить эти леса. Человек. Встреча. Переживание. Когда ко мне на шестом ходу пришли под столицу и поломы. Не все 10. Надо защищать поселенца. Так, значит, строителя. Какие клетки обрабатываются? Все правильно. Все правильно. Ну, на пансион, как всегда. У меня даже нет еще юнитов разведки. Смысл мне брать этот... Пансион. И пока новый континент. Кстати, что по континентам? Да, я на Лавразии. Престиж. А, вот тут еще река. Чет тихо стал. Предлагаю продолжить обсуждение вопросов вверх. Зачем? Можно продолжить обсуждение. Так ты, я не понял, ты считаешь... Ты, Грейс, считаешь, что типа не надо вообще запрещать этот защитник веры и... Ну да. И крестовый поход. Понятно. Вот закончили обсуждение, в общем, что-то обсуждать. Я считаю, что потраченные молотки могут быть потрачены в любую сторону. В том числе и ту... Нет, я просто считаю, что в циве плюс 10 это слишком крутой бонус. Просто я... К тому, что его надо уменьшить. Это слишком много сверху. Ты не можешь против этого сопротивляться. То есть человек получает плюс 10 на ровном месте. Окей, ты говоришь, я могу перебить там веру. На карте 10 человек. Кто-то взял защитника веры, кто-то еще веру получил. Не могут все взять религию. А если кто-то взял там, ну, попроси принесить. Ну, невозможного ничего нету в этой игре, как бы. Я так считаю. Невозможного нету. Но бонусы, которые слишком крутые, тут есть. Слишком крутые великие люди есть. И наоборот трешевые. Слишком крутая сила. То есть им либо поменять формулу урона, чего они, конечно, делать не будут, либо уменьшить этот бонус. Как вот не плюс 10, а плюс 5. Или вот как эти сделали плюс 7 и плюс 4. Это хотя бы интересная идея. В этом что-то есть. Последнюю, как раз, которую я играл за Грузию, да? Соответственно, она мне как-то поинтереснее была из-за большего количества возможностей. Сейчас опять все это забанят. Бузер. А, это был не перешаг. Друг Солодина, а ты где? Сверху. Так, ну вот дальше до 4, по-моему, нет. И где не стоит расти, потому что не будет счастья. А, вот и где. Тогда нам все не устраивает меня. Погоди. Надо будет дуболом туда бежать. Смотреть, что там и думать, где город ставить. Тут или тут. Свернуть. Меня надо шел бы. А, я видел воинов Конго. И... Так. О, Энвиктос. О, отставь. О, господи, какими тут камни. Ну, не, а-май. Я же сказал, что мы будем прям очень близко. Ну, я не верю тебе. Ты грешь. Ты просто телепортировался. Оленьичный, знаете, чем хорошо, что я смогу храм Артемиды построить. А че там, тебе некуда селиться, типа, да. Не, я селиться, будто вправо. И тут, что берем, блин. У меня тут пастбищ, вот тут храм Артемиды надо строить реально. Ну, значит, к тебе. И у меня счастье будет. Ну, я вижу вот твои... Твою лояльность. Вот наискосок вверх, на северо-восток тебе селиться. Каждый лагерь пастбища и плантации. О, боже, мне надо храм Артемиды строить. О, грей. У меня на стрельбу и звуковы шадить. Что это делать? Каждый лагерь, плантации. То есть, как минимум вот раз, два, три, четыре. Сражайся, четыре. Пять счастья. Будем следить, что ты учишь. Пять счастья, ну, удовольствия. Пять довольствия. А че там, нету типа места на двоих справа? Ну, там моя столица, как ты будешь меня мать? Да, офигеть. Ну, как? На марше, а че? Иди. А вот это вот такая кишочка, да, она типа до конца там, на море все. Поставь четыре города. Все. Не, ну я так и планирую. Качка, ты и долго шел ты меня? Да, не переживай. Ты можешь нажать четверку и увидеть мою лояльность. Поэтому надо тут лагерь сделать. Слава богу. Потому что, по-моему, без лагеря она не строится, да? Меньше знаешь, крепче спишь. Только рядом с лагерем, да? Лагерь, а потом пойдем обрабатывать мрамор. Так, это кто? Фантомище здоровище. Что-то слишком много соседей. Я вот и говорил по поводу темного века, но хотя и одного встретил. Я не знаю, как говорится, по три человека. Очков 12, а людей прибавилось. Да не можешь ты 10 сразу встретить большая шкарта. Ну, встретишь ты ближайших там троих и все. Ну, туда-куда-то, а если он сверху пришел. Кому ты нужен? Ну, и как мы фантом? Сильно мы близко друг от друга, нет? Да нормально. Если у тебя второй город, вообще, да, это второй город. Ну, ты сверху? Да-да-да, сверху-слева. Там где-то. Значит, может быть, кстати, недалеко, потому что... Значит, мне сюда по этому городу ставить все-таки. Хотя... И мы типа еще и джунглями друг от друга отделены, да? Ну, тут такая полоска. А тут реки меня больше смущают. Знаете, я бы тут хотел поставить город. Раз сверху араб... Чё ты-то туда-обратно бегаешь? А там... Это твой третий город? Нет, второй. А третий куда ты будешь ставить? Ну, ты видишь эту территорию вообще? Я, может, не буду его ставить. Нет, ну, тебе есть возможность там под табак. Табак. Ты видел? Ты не видел? Ну, там, короче, один холм. Ну, все, один. Я доволен вот тем, что у тебя всего один холм. Поэтому я не хочу только растет. И то этот холм столичного радиуса. Ну, шо, мы стрельбу из лука открывать без ускорения. Вылезы крестовы, да, Грей? Ну, давайте пока начнем. Потому что храм Артемиды тут будет очень хорош. Так я о том и говорил, что он как бы уменьшает возможность отчасти. Да, он делает игру имбаланс. Нет, я считаю, что эти верования должны быть, реально. Но не с такой плюс 10, это слишком дофига. Просто вот это то же самое, как и миссионеры, которые дают твоим конкистадорам там. То есть эти плюсы, они... Вот плюс 5 у Америки, вот это норм. Типа, да. Укрепленная защита, например, дает плюс 6. Это уже как-то из ниоткуда. Хоть на равни, не прям на голый. То есть, ну, у тебя вот есть крестовый поход, у тебя поход дает плюс 4, если ты атакуешь именно юнитом. Изначально вот убрав все остальные бонусы, если человек нажал кнопочку F, все, у тебя плюс 4. И ты долбишься в один юнит, да? Ну, остальные юниты не в укреплении, что ли, стоят. Ну, то есть там нет такого дикого бонуса. Я не считаю, по-крайней мере. Играя в кругу своих последователей. Вот это и в рыбу вышел, что ли? Признавайся, играя. Кто его знает? Я письменность открыл, ты мне ускорил, как-то. Ну, тут что, море, что ли? Не пойму. Ах, Виктус, ах, хитрюга. Что ты там прозрел, брат мой? Да так. Нет, наверное, озеро. Есть тут порох в пороховнице. Вообще, конечно, исторический ты, фантом, должен меня завоевывать. Что-то молчит фантом. Это обязательно. Уй. Можно я подумаю? А кто еще фантома нашел? Есть кто-нибудь? Три. Скорее он меня нашел. А, ну, Жоржа у нас не... Жоржа, ты помнишь, что он тебя вынес в прошлый раз? Я в прошлый раз, он просто со мной мирно дружил. И, чем это закончилось? Фигня какой-то. Качечка. А? Если ты хочешь быть мой друг, говори мне. Не, потом. Это иврит, или идиш? Комса, комса. Вули выкушая векмуа. Гули, гули укси он закуа. Ну, все, что знал, тоже все сказал. Я вот сейчас смотрю, он по пятерке, да? 25, 25. Ну, это небо и земля по картам вообще. Даже учитывая, что они как бы без мота там играют без этого неким что-то. Да, так это сколько... Сколько... На самом деле, опять же, это все делали пачи, пачи, пачи. Ну, блин, сделать нормальную, сбалансированную карту, генератор, что это? Какая-то офигительная проблема, что ли? Просто одинаковое расстояние, чтобы были, например, какой-то там... Пускай у каждой нации в столице там три холма будет. И что-то хоть хотя бы вот так что-то. Нет. Не, они сначала карты генерируют, а потом на нее раскидывают нации. С учетом, наверное, каких-то привязок. Да, ты тогда очень хорошо о них думаешь. У меня очень большие сомнения, что... Что у них там... Просто раскидывают без привязок. Хотя, с другой стороны, я там читал, есть какая-то игра, какой-то суперпопулярный AAA хит. Ну, шутер какой-то. Так там она чуть не провалилась из-за ошибки в коде искусственного интеллекта, что в одном месте какая-то опечатка была. То есть там вместо точки с запятой запятую поставили, и искусственный интеллект просто дебилом был. И это там в течение нескольких месяцев продолжалось, пока не нашли. Но они хотя бы это исправили, действительно. Это, по-моему, ты говоришь про Alien Isolation. Наверное. Там я шутку нашел модер. Ну и поправил только он. Как будем делить землю между столетами? Я Джорджи. А кого ты спрашиваешь? Джорджи, Джорджи. А вот справа от рыб поставлю город, и все. И вниз не пойду. Ну, я буду ставить правее пшеницу. Собирался. Ну, как бы, уже почти видел. Рядом с озером? Маленькое, которое небольшое. Ну, да. Давайте, наверное... Ну, то есть, это как бы... Тебя, твой город, в моей столице. Ну, если надо разведчика, так, тут я хочу переключить. Примерно посередине, между нами. Чтобы культурка... Ну, к моей ближе. Нет, если ты где хоть считай, то он к твоей ближе будет. Это условно посередине. Или пойти в Раннюю империю и вообще поселенцев пигачить. Не получается в трех, шесть ходов. В десяти. Стань. Слушай, а тебе тому плыть некуда, вот обязательно вот это вот. Как я так случайно походил по поселам обратно? Ну, потерял несколько ходов. Бегут уже варвары меня наказывать. Что это за территорию? Я не представляю, как можно тут играть. Викторс, там к тебе лошади едут. Вижу. Да, тут озеро. Ну, кстати, тут можно... Я так, наверное, вокруг столицы буду ставить города. В принципе, там вот. Геликол тебя городок поселенцев. Столица? А, видимо. Я, наверное, сразу храм Артеменда буду строить. Что он еще дает, кроме счастья? А, три пищи и три жилья. Четыре пищи и три жилья. В моем случае это очень круто все. Так, давайте потихоньку начнем письменность открывать. Ву-ле-ву, 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 Данце. Демоны окружают. Будем держать оборону. Там выше, типа, уже столица твоя штука. Скаутом. На этом мой второй город. Так, производство-производство культурка. Может, тут лучше отдать эту территорию этому городу. Да, наверное, так и сделаем. Вот так. А здесь на два производства будем лениться. Короче, под боком Кри и Египет. Прикиньте, какие у них караваны будут между собой. Да, вообще. Шикарные, наверное. Шикарные, надо их строить тогда. Так это, чтобы там были караваны, надо тебя убрать, да, за дороги? И молчание такое. Вы и так с соседями вроде будете. Я вам открою тайну, но торговый пост работает даже в городе чужой страны. Причем тут торговый пост, подожди. Караваны отправлять. Нет, так мы между собой должны отправлять караваны. Причем тут торговый пост. Между собой через другого игрока, кто же пришел. Так это сначала надо через него отправить, потом через сколько-то ходов. Ну ты один, да, первый караван там отправляешь, чтобы он как раз к союзам поставит пост. И все, готов. Я же отправлю к фантому, он решит, что я на него нападать собираюсь. Санды, рассмотрелся сюда, город поставлю. Ты как? Ну что происходит, блин? Что вот это случилось? Ну что, в трех заветках. Через озеро, да? Да. Что с этим? Блин, ребята, из-за лагов я уже два раза у меня поселенец походил и хрен знает куда. Ну теперь я как-то могу говорить с Беларусью, что у меня все в порядке. Кто-то лагает и поэтому... Это, Америка. Война моего видишь. Хочешь вставить, но... Война вижу. Я туда город поставил. Тебя совсем нет места. Не могут за один раз убить его. А ты не можешь? Ты хочешь наружу? Блин, я уже, не знаю, по до 4 потерял просто. Ну, вы чуть выше, я там просто еще не смотрел. Не вижу никак. Вот, тебе, мне кажется, наружу будет удобнее, но... На ровном месте. Как бы, я не знаю, Масад... Ты сказал, что мы достаточно далеко, но тут именно только на один город, где-то у нас есть. Остальные по бокам. Как бы, я над большим озером сверху тоже буду ставить. Это будет вот тоже по твоим городам. Это, наверное, не Невец говорит, да? Над большим? А то машинка у нас слева сверху это озеро? Да, это оказалось озеро. Я тогда говорил, что это перешейк, потому что это очень было похоже на море такое. Внимание, я просто почему спрашиваю... Если у тебя есть место, селись в другую сторону. А так, 5-6 помо. У меня лево снизу вода, и селиться просто мало места. Если у тебя есть возможность селись, этот город будет тяжело дыхать. А где твоя столица? Я же ее еще не видел, мы встретились, даже не поговорили. Так это, получается, у тебя третий будет город столицы, да, или как? А тут нету внизу речки. То есть я бы, как бы, так вот вокруг ставил, понимаете? Давай тогда поставить оба не будем, я тогда посмотрю, что у меня как бы... Давай, я не буду торопиться, я не рашил за город, но я к тому, что если есть место, селись в другую сторону. Давай я гляну сначала, там тогда решим позже. На одну клетку ниже черепахи левее. Сюда следующий, четвертый, надо будет ставить, я думаю. Договорились. Сойдет, да? Я обметку поставлю. А что, с лояльностью? Нету там городов рядом, пока чужих нету, вроде. Сандро, посмотри. Это кто говорит? А, это... Смотри, Америка, вот видишь речка, которая левее тебя идет? Горы, потом речка. Вот я туда не буду заходить вообще. То есть я селюсь слева от этой горы. Можно, чтобы было все по-честному? Я на свою столицу? Ты мою, наверное, видел? Кликнем. Нет. Окей, нет. Тогда нет. А, я на свою столицу метку поставлю, а ты на свою? Нет, я понимаю, но я же тебе говорю, я не вижу твою столицу. Я вижу границы твои какие-то, но... Я тебе метку могу поставить, где мой город будет. Инвиктус, я вангую, что на тебя соседи нападут. Поэтому будь готов, пожалуйста. На всех нападают соседи. Строил армию, только армию. Алексей, только армию строил. Вот это дух. На самом деле на инвиктуса уже нападают варвары. Он две лошади. Да, к сожалению, видите, я уже вышел в лучников, и их сейчас строить не как прачников. Не очень. Ты сейчас удивишься, что качечка будет трошиться. Торговый центр закладка. Нет. Неожиданно, да. Это правильно. Мы следим за тем, куда идет Грэй активно. Возможно... Возьможа не будем в лотке. Мне четыре хода. Давайте не будем пока ранее мучили открывать. Мне нужно... Как только я построю про Мартемида, надо будет сразу начинать. А у него, походу, столица с одной стороны, а этот с другой. Единственное, что я, конечно, в золотой век из-за этого могу выйти. Убегай с мучейком здесь не... В 5-10 нормирует. Я только одну очко. Слушай, представь, как ты будешь нервничать, если ты объявишь мне войну, а потом к тебе придут мечники. Так что пусть он постоит. Нет, он здесь шпионит. Понимаешь, ты вот предпринимаешь такие действия, которые меня заставляют строить армию. Так он стоит, видишь, что эти армии нет, и я армию не строю. А если я построю армию, она к тебе пойдет. Пусть стоит. Я уйду, я воровать не буду. Судя по тому, что у Сандро 20 очков эпохи, то он там где-то чудес понаходил. Классных. У него 4 со старта. Из-за этого, из-за орла. Ну и что? Ну хорошо, 16 это все равно на 6 больше, чем у ближайшего человека. Креты молчишь, что так не видно, пора выделяться от чуда под столицей в трех клетках. Где? Покажите. Горакель Манджаро. Зачем по ликую сторону от столицы? О, поставил араб уже там горно. Нормально. Не жалко. Пошли, наверное. Его же чудо, пускай раскатывает. Если хочется. Ты даже разведчики не строил, гравит? А-а-а-а, у тебя же кучаочков соста... А пантеон дадут выбрать, нет? Дадут. Че мне тут разведывать-то? Так. Рыбу и так все видно. Это нельзя брать. В море в пол. Не хочу. Это нельзя брать. Но он есть у меня. Бог в войне. Я наш навел на текст. Бог кузницы нельзя брать. Пища от вину, благовония. Бог ремесленников. Это не работает. Лагерь один у меня. Наршивые джунгли. Производство чудес. У тебя вот этот город лучше в любом... Всех моих местных. Может производство чудес взять? Да, ладно. У меня аж вроде как плюс к чудесам. Подождите. Ну, это реально гарантирует. Районов и чудес света возле рек. И в темных веках строить эти чудеса. Такой план, например. Блин, сейчас убьют скалки. Ё-моё. Все чудеса в золком-то он? Алексей Египет? Да. Чего бы ему не брать тогда этот пантеон? Блин, вот тут не очень. Я просто не помню, что он дает пантеон богов. 15% промки на чудеса от личности древнего мира. Ну, на чудеса, короче. Нет, какой пантеон? Там же... Как называется? Пантеон о гос. Гот. Монумент к зиме. А, ну да, это да. Там просто есть еще какой-то... Тоже как-то с богами называется. Там, да, плюс две веры с шахт. Ну, они там много какие-то с богами. Ну, а веру от престижа это... Богиня земли, по-моему. Ну, а вот икри. Ну, икри отсюда ты куда? В какую сторону? Для ваклито от Саиса 5 до 2-го города. Так, значит, надо тут ставить город обязательно. Поставил-то, конечно, эту виллу так, что практически выбора не оставил. Ну, больше некуда ставить. Там лучше не вздохать. Я просто хочу открыть конкретно раннюю империю, когда доделаю храм Артемиды. Блин, вот этот скаут очень не в тему, потому что могут... Может разграбить... Не, по-моему, он мрамор не грабит, но караван... Караван разграбить может. Правда, этим ходом не может. Он просто встанет только... А, ну, этот встал. Что тоже не очень. Я, по-моему, сейчас его убить не могу. А, нет, убил, здорово. Так, производство, производство... Да. Все правильно. Это пока откладываем. Сейчас мне добавится 4 очка. Ну, по идее, я все равно пока в темную эпоху попадаю. Так, один уход. Ну, у меня есть 10 видов, в принципе. Надо с Кри, наверное, дружбу заключить. А кого-то еще Кри встретил? Кого-то еще одного неизвестный игрок. Слушай, тут по ходу не берется, не дается пантеон. Да, но у меня тоже. Ту ему не берут. Кто-то не берет пантеон просто принципиально и все. А зачем это же делать? Нет, ну, это не так, потому что я позапрошлым ходом взял пантеон. То есть, тут по очереди идет 10 человек же, вы понимаете? Да, ну, просто у меня уже висит ходов 6. У меня тоже 6 ходов. 6 ходов, по-моему. Ну, хотя да, в принципе, да. Когда ты не берешь пантеон, он переходит в следующем очереди. Так, да. Какая-то обидная очередь получилась. Обидно. Ну, да. Может, да, у меня только повысит. Нет, ну, так. У меня дубик, а там два пральщика. Можно мне туда вкликивать? Дубик, дубик, дубик. Дубик. Присходились сходились. Об этом. Я еще раз что не расслышал. Я говорю, все, пральщики. Присходились. Ты, пральщики. Не, я не хочу туда сходить. Я в плане города договориться. Но это на этой неравнении ниже двух пральщиков. Город. Я, друг, тут вообще без венту. Ты вот уже идешь просто в меня, считай, сидится. А ты видел, что снизу у меня тундра? Ну, у меня сообщает. Ни одного города государства не нашел. Вот, как бы. Там тундра. Причем такая. Фардкор. Бесома. Я, смотри, у меня сейчас тут справа. Просто саладин сверху. Справа египет. И слева сверху фиг на меча. Слушай, а где ты родом подставил, Энвик? Тут же офигенное место на лошадях. А ты где хочешь поставить? Может, мы сможем подпихнуть просто? Ну, а я стал пшеницу поставить. Какую пшеницу? Надо вообще, наверное, сказать. Крик, где я хочу город поставить. О, хорошо. Лагерь. Я только под эту горочку одинокую. Ну, я понял. Хорошо, там нет проблем. И мой левейный бой. А, вот где ты. Слосный варвар. Джорджи, это ты за Кри играешь, да? Да. Смотри, я тебя поставил метку, где я буду город вставить. Ну, нормально. О, наконец-то. Блин, я его не... Блин, разграбили. Нидерландец, привет. Караван разграбили. Алексей, ты, надеюсь, не напряжешься, если я тебе караван пущу? Ну, напрягусь. Пускай, но я буду напряженный. Очень. Качка, ну ты же не будешь напрягаться, если ты караван отправишься? Я не напрягусь, да. Как электричество. Но я к тебе... Не, ну, я как бы, Саладин, я до твоих рыцарей. Чего мне напрягаться? Ну, приходи, у меня коляски, ты умрешь. И все. Ты же знаешь, какие коляски суровые. Насчет колясок? Они два раза подвели. Они очень дорогие. Знаю, почему Леша так в них верит. И они не апаются в рыцарей. В смысле дорогие и не апаются в рыцарей. Если он ко мне придет, то отбиться колясками очень даже зашибись. Я ж не говорю, что я пойду на него нападать колясками. Не знаю, смотри. Смотря как придет. Расколько колясок. К тебе лучше на рыцаря ходить, потому что действительно... Кащичка, слушай, сублимируй в гайды. Я не понимаю, у каждого твоего игра, ты начинаешь моим соперникам рассказывать, как им лучше меня побеждать. Ты попробуй сам победить, наконец, в игре. Научись уже что-то делать. Почему-то в прошлый раз Кащичка плохо рассказывала. А Леша не рассказывает. И не победил еще, к тому же. Провал. Ствол в одном. Я бы человек, который не побеждает, а вообще не слушал пейма. Ну все, сейчас Кащичка вообще разговаривать не будет. Не хотите со мной общаться? О, нашлись. Ребята. А, я просто пройти. Берешь пранчика? Походили вы же? Я не видел. Да, походили. Ну ладно, если че. Ну я сделал себе скриншот этого старта. В следующий раз, когда я захочу поиграть в Циву, я просто открою его и... И пойму, что все хорошо. Нет, я такого еще не увидел. Я его закину потом в профиль. Тут просто отсутствует все, что можно. Не первый раз. Ну мне что-то кажется, что на десятерых... На десятерых... Да, то есть у двоих, у кого-то из десятерых, у двоих будет фигово все, мне так кажется. Не, а на фигово-то бывает часто, я же обычный. И не жалову, госно. Дело в другом. А то, что ладно, там кто-то на сопле какой-то живет, это ерунда. Проблема в том, что у кого-то сейчас такая туча места, где просто можно ставить кучу городов, и до него никто не дойдет в ближайшие ходов 50. Нет, нет, Better Balance Start там как раз делаешь все рядышком. Там не бывает такого. Как раз на десять, легко может быть такая, что полно-мест. Better Balance делает только радиус между игроками. Он никак не магнитит их, если так. Хорошо, а как... Есть кто-нибудь, кого не нашли? Вот я не нашел Invictus, Грея, Качечку, Артема, Вышку и Валдфюри. Я, например, понимаю, что вот один, скорее всего, Валдфюри живет, и он будет охеренно жить. Не то, что мы. Парень на острове где-нибудь сидит. Нет, он не на острове, в очень охеренном месте, где никого, по-моему, больше нет. Какой-нибудь стежке? Я туда шел сто лет, пришел, заплакал и ухожу обратно. Все. Приходи ко мне, Сандар. Храбор, Дани. Пусти Крию вверх, раньше. Ходи, я дрозу. Он долбит. До поломышка. Спасибо. Причем, этот, ну, долбитцев. Я, кстати, ни одной руины не ношу. Бессмысленно. Ни одной. Я не знаю. Вот так вот, скрапперы, заходи. Мы можем... Могли бы на 8 просто стараться. Неужели бы, я же самое? Я поддерживаю эту идею. Я изначально говорил, что я против. Мы уже... Не, я как бы не буду на тебя качка на панель, ты можешь не переживать. Так, ребята, давайте так. Вот на этом ходу мы заканчиваем... Заканчиваем разговоры о рестарте. Мы либо начинаем, играем и играем нормально до конца игры. Либо просто не заходите в игру. Потому что постоянно вот это слышать, как все плохо. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!